Перед началом оперативного совещания глава городского округа проинформировал собравшихся о том, как развивается ситуация с долгами ООО «Орехово-Зуевская теплосеть», в результате которой большое количество домов города долгое время остается без горячего водоснабжения. К сожалению, есть, безусловно, и те люди, которые продолжают не платить за полученный ресурс горячего водоснабжения. Отдельно мы сегодня спросим, как ведет работа по взысканию задолженности управляющей организации. И, безусловно, остаются те люди, которые в большинстве своем платят за горячее водоснабжение, поэтому нам абсолютно понятно их возмущение, негодование того, что приходится страдать. Но по-другому система горячего водоснабжения не работает. Каждый дом и в целом микрорайоны подключены по единой системе, и нет возможности каждому потребителю подвести отдельную трубу. Тем не менее, на прошлой неделе, 22 июня 2018 года, основным кредитором «Газпром Межрегион Газ Москва» было принято решение о прекращении хозяйственной деятельности ООО «Орехово-Зуевской теплосети», которая находилась уже в процедуре банкротства не один год, и осуществляла при этом поставку тепловой энергии с ТЭЦ-6. В рамках уголовного дела к собственнику ТЭЦ-6, господину Ермакову, были установлены ограничения по продаже имущества, имущественного комплекса, в связи с наложением ареста в рамках этого дела. Поэтому им в ближайшее время может быть принято решение только лишь о передаче в эксплуатацию иной организации. То есть возможность выкупа, например, муниципальной или государственной собственности для того, чтобы наладить работу ТЭЦ-6, не является возможным. В адрес собственника от единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Орехово-Зуева государственного унитарного предприятия коммунальной системы Московской области неоднократно и ранее, и также, я знаю, вчера направлялись предложения о готовности принять данный имущественный комплекс в эксплуатацию для выработки и тепловой энергии, и горячего водоснабжения, а также технологического пара для производственных предприятий. В настоящее время собственникам решение не принято. В настоящий момент администрация городского округа со своей стороны прикладывает максимум усилий, чтобы как можно раньше орехово-зуевцы смогли получать необходимый ресурс. Два значительных мероприятия прошли в городском округе на минувшей неделе. Бал выпускников на Октябрьской площади и День молодежи, который развернулся сразу на двух площадках – сквере Барышниково и парке Победы. Как отметил глава, оба мероприятия были организованы и проведены на высоком уровне и привлекли внимание большого количества орехово-зуевцев. Геннадий Панин поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении праздников. В числе мероприятий по содержанию территории городского округа в летний период на первом месте капитальный и ямочный ремонт муниципальных дорог. И, судя по докладу директора городского управления ЖКХ, объем работ за неделю проделан немалый. Из 49 объектов 20 планируется завершить до конца месяца. Большое внимание уделяется традиционным летним мероприятиям – окосам, обрезке кустарников, уборке мусора, поддержанию порядка на детских игровых площадках и дворовых территориях. Принимая отчет руководителя орехово-зуевского комбината благоустройства, Геннадий Панин отметил, что есть жалобы на несвоевременный вывоз мусора и поручил Екатерине Стрельниковой проконтролировать наиболее проблемные точки, а также в разгар лета уделять больше внимания вывозу мусора из мест массового отдыха горожан. Для управляющих компаний наиболее актуальными темами остаются реализация программы «Мой подъезд» и работа с должниками за услуги ЖКХ. Так, сотрудники управляющей компанией НКС совместно с судебными приставами регулярно проводят рейды, в ходе которых вручают должникам уведомления, изымают имущество, ограничивают подачу коммунальных ресурсов. Глава городского округа рекомендовал делать упор не на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а на тех, кто имеет возможность заплатить, но по каким-то причинам этого не делает.